Вот эти девочки вещи все по 10 гривен. 10 гривен, девочки, ну... Конечно, я согласна, переборки. Но... Порыться можно и что-то поискать. Всякуньте винтажную историю. Вот прямо написано. Джинс винтаж. Видите, какой же пиджак. Классно. В шерстяном, между прочим. Такая вот жилеточка, мохнаточка. 10 гривен. Видите, на весной она длинненькая такая. Пориту. Оно отсвечивает, а в целом оно вообще не полиненное, кстати говоря. Просто свет походят, не зря ничего. Бомбер. Прикольный бомбер. Ниже в курсе нет. Но он классный этим, да. Куртки висели, не такие тонкие, тонкие пуховики. Ещё один бомбер. Это мужской. Курточку я себе эту, скорее всего, заберу. Вот эту бомбер. А вот магазин. Да, всё, убойненько. Ну а что вы хотите? Если тут всё стоит 3 копейки. Надо рыться. Я её заберу себе. Она на самом деле, тёмно-синяя, не затасканная. Ещё куча этих штанов лыжных. Они сейчас никому не нужны. Зиму они распродают за копейки. За 10 гривен. Джинсы всякие, штаны. Да, тут секонд-кент, конечно, трэшовый, кринжовый, могут мне написать. Но и такое имеет место быть. Если вы хотите что-то купить вообще за копейки, можете прийти и поискать что-нибудь хорошее. Вот в этих вот кучах обуви и кучах одежды. Видите? Вот классная тёплая жилетка. Видите, удлинённая. Очень даже неплохая. Я не знаю, что она сделала. Скорее всего, какой-то смесь какая-то, ниточек. Сейчас посмотрим. Ну, тут акрил полиамидной шерсти. Видите, чуть-чуть совсем шерсти. Но она очень приятная на ощупь. Такая вот жилеточка. Размер где-то LXL. Неплохая. Он винтажный бархатный пиджак. И вот это, девочки, по-моему, всё-таки бархат, который сделанный из натуральных ниток. А не синтетический бархат. Ну, тоже большие размеры курточек. Сейчас пойду бабушке. Она про себя найдёт и большой размер. Хотя тут написано М, но такие плечи здоровенные. Дайте мне, говорит. Бабулька такая попросила меня. Сделаю ей доброе дело. Вот, девочки, с ценником. Вероятно, тоже из секонд-хенда. 7 евро. Его оценили в европейском секонд-хенде. Чтобы не говорили, что нам вещи везут неизвестно откуда. Они из Европы. Из Европы, девочки. Из Европы. Нам везут не вещи из ограбленных домов. Не переживайте. Европейские вещи. Не нужно их, не хлам. Нам везут. Потому что, так понял, у них с вещами там проблем нет. И они их сдают. Поносили, запачкали. И сдали в секонд-хенде. Платья. Какие-то висят. Симпатичное платьишко, между прочим. И даже веревочка от Берочки сохранилась. Неплохое. Длинные мидии, между прочим. Классное платье. Я его пока себе отложу. Там посмотрим. Какое-то тузлёненькое. Или это костюм вообще. Джей Линдерберг. Чёрное платье из трикотажика. Платье-футляр. Вот оно. Тоже какие-то платьишки. Цветные. Альба-мода. Это итальянский бренд, кстати. Альба-мода. Мне не нравятся вот эти вот брыли. Их надо отпарывать. Вот что это такое красивенькое. Это вот такое вот платье. Чёрно-белое. С таким эффектом, как его краской красили. И сзади вот такая вот сзади вырез такой вот глубокий платье. Кстати, классное платье с натуральной тканью. И оно в хорошем состоянии. Такой вот ткань как хлопок с эластами. Неплохое. Платье хорошее. Вон, что тут у нас написано. Вот и есть. Тоже такое неплохое платьишко. Вот и такой интересный крой у него. Вот оно. Вот платье по 10 гривен, девочки. Видите? Это шерстяное, по-моему, платье какое-то хорошее тоже. Бенедикт. Адзен. Это какой-то, наверное, дизайнер. Европейский. Но тут, по-моему, нет, они дырочки. Это специально сделаны такие штучки. Двойное платье, как рубашка с юбкой. Видите, вшитое. В общем, платье тоже есть. Можно прийти, что-нибудь найти. Вот тридняное. Платье-жилетка 36 размер. С такими накладными карманчиками. Видите, это вторая часть магазина. Это же длинное такое платье. Вера Мода. Длинное платье в полосочку. Очень даже неплохое. Пиджаки. Вот еще одна стойка пиджаков. Я там была. Вот не тех пиджаков я была. А теперь я на этих пиджаках. Магазин. Там кучка, там кучка магазин и одежды. Там как-то они разложить вещи. В общем, тут такой лабиринт на два этажа. На первый и на минус первый. Вот детские вещи. Тоже за копейки можно купить. За 10 гривен нужно купить вещи. Корточки. Можно порыться, что-то найти, выбрать, привести в чувство. И вещь засияет. Целая куча резиновых сапог. Это комбинезоны такие зимние, детские. В общем, девочки, показала я вам немного и трешовых секнахендов, но дешевых. Трешовые, но дешевые. Что можно и там что-нибудь найти и надыбать, и нарыть. Видите, сколько тут еще всего? Тут целый магазин. С той стороны, с той стороны. Еще и там вещи. Видите, это там, где первые мы как зашли в подвал. Верхние вещи по 30 гривен, а тут все по 10. Так видео я и назову. Трешово, но дешево. для разнообразия. Чтобы были такие секонд-хенды, не только хуманы. Они разные, видите. Классный пиджачок хуманного. Клеточку. Вот, 10 гривен. 10 гривен, кто не знает. Доллар стоит 40 гривен. Можете посчитать, сколько это. 10 гривен. Смотрите, какой классный жакет бежевый. Большой размер, двугортный жакет. Он бежевый, а не серый. Сейчас посмотрим состав. Вот он бежевый. Такой вот он. Такой шикарный жакет, но он огромный. И он сделан у нас из шерсти. Костюмной тонкой шерсти. Вот, за 10 гривен. Видите? Такой шикарный жакет. Вот это. Странная Жан-Поль, Пауз. Всегда было написано Жан-Поль Готье. Было б классно. Эстейль какой-то тоже. Видите? Жакет. Здесь тоже с тонкой шерстью какой-то костюмной ткани. Винтажка. Я не вижу состава. Полиэстер вискозный. Это не шерсть. Какой-то шерстяной тоже. Пиджак. Вот такой вот бренд. Мужской, здоровенный. Это винтажка. Ваниллоэлемент. Вот полосатый жакет тоже классный. Веселенький такой. Вот такая вот в общем, девочки, иерархия вещей сверху вниз. С верхних этажей вниз. Вот классный кстати пиджак такой вообще. 16 размер. Шикарный, я считаю, пиджачок. Вот он. С тепленькой тканью такой. Вот тоже кардиван интересный. Базовый. Вот тоже гора. вещей всяких пиджаков. Удлиненный пиджак Бетти Барклай. Тут на 100 гривен можно одеться полностью. Линдон. Ла Лондон написано. Вот не цепилась. Рино с кементо. Это итальянский бренд. маленький пиджачок синего цвета XS. Вот смотрите, какой прикольный пиджак. Не знаю, кто-то знает такой бренд. он еще и на поясе должен быть. Двубор. Понимаете? Сейчас посмотрим, с чего он сделан. Палеостр, на мой взгляд. кто его знает. Что-то такое, немало тут состава. А нет, что-то есть. Сейчас посмотрим. Написано из козыга цитата. Все будет видно. Интересно, как дизайнерский. И к нему еще прилагался пояс. Видите, какой длинный, классный жакет 34-го размера. Тоже какой-то бренд мне незнакомый. Тоже нашла какой-то жакетик. Не знаю, что это за бренд. В общем-то, много итальянских, ой, итальянских, европейских брендов, которые я не знаю. Это у них где-то магазин в Европе есть. Так, кто там живет, тот и знает эти бренды. Бархатный жакет. У нас таких магазинов нет, но такие бренды не знаю. С этими названиями. так, все надо текать и закругляться. Вот еще последние несколько вещей, которые я нашла в мотиве. Вот такой вот плащик, женский, он без пояса, двубортный. камера от свечи вьетнам, темно-синий. Вот такой вот он. Классно. За 10 гривен, девочки. Видите, полочки металлические. по 10 гривен, по 10 гривен. По 10 гривен. 10 гривен. Вот такая мне понравилась. Такой вот жакетик суперский. Я его на Россию заберу. Ула-Попкин. Классно. Тоже жакет, большой размер. Размер, наверное, 54. Шикарный. Ткань такая вискоза плотненькая. И вот такой вот тоже интересный. жакет шерстяной. Видите, по 10 гривен. А, и вот еще одна вещь, льняной жакет. Вот это люксовый бренд. Такой вот коричневый он в жизни. Вот такой вот свет жизни. Коричневый. Это отсвечивает, это не пятно там. Тоже очень даже ничего такой жакетик. летний льняной. Все, все, что надо было, посмотрела. Вот такой вот здесь, видите, вот там я у него была. Так вот я поднимаюсь. Ой, короче говоря, такой интересный секонд-хенд, секонд-хенд квест. Тут еще есть отдел постелей. даже детская что-то есть вон какие-то. Какие-то вон даже для котика и собачья какие-то всякие штучки. Полотенце. Здоровье не секонд, короче говоря, а здесь мы смотрели шумы. Вот они, видите, шумы. Придем сюда еще в следующий раз. Посмотрим, что еще тут. Тут обувь есть. Такие шикарные поделки дети делают из бусинок. Рисуночки. А вон из ракушек морских. Какая красота. Из ракушек вообще классно. Стаканчики, цветочки такие мелкие. И стаканчик пластиковый. А в нем цветочки. И красивейшие. Вот это из бусинок мне вообще очень нравится. Это сакура из бусинок. Надо было сидеть плести вот такую красоту. Очень красиво. Рыбки такие вот красивые в аквариуме. Плавают здесь. А вот розочки поделки. Цветочки такие. Это по-моему по номерам крутые. А это поделки. Тут из ленточек сделал дерево. Нас скоро уже будут выписывать еще пару дней. И мы выходим из больницы. Так что у нас все хорошо. Тоже такие картинки. Целая куча детских рисунков. Раду это детский рисунок. Больница детская. Еще целая пачка рисунков. Иконки. А вот тоже из бусинок из бисера сделанная вазочка. шикарная просто. с Субтитры создавал DimaTorzok